Колониальная Камасутра. Александр Яблоков на антифашисте за 24 ноября 2020 года. Для нас кадровые перестановки в администрации США имеют судьбоносное значение, поэтому весь офис президента целый день гуглит, кто такие Энтони Блинкен, будущий глава Госдепа, Джейк Салливан, советник президента по нацбезопасности, и как правильно пишется, Алехандро или Александр Майоркас, новый министр внутренней безопасности. Есть ли у них украинские корни, как они отвечали на вопрос, чьи Крымы, отвечали ли вообще, какие позы доставляют им наибольшее удовлетворение. Служба внешней разведки Украины работает с максимальной нагрузкой. Глава СВР Валерий Кондратюк, кличка водитель Байдена, готовит досье на новое американское правительство на основе глубоких разработок агентуры, которая умеет пользоваться гугл-переводчиком. Почему его называют водителем Байдена? А потому что пять раз Байден был в Киеве и каждый раз просил, чтобы в Борисполе его отвозил этот симпатичный пухляк. У них сложились очень доверительные отношения. Никто толком не знает, куда выйдут отношения между Киевом и Вашингтоном после перезагрузки Белого дома, но все понимают, управлять будут без смазки. Поэтому началась суета под будущим клиентом, точнее куратором. Стараются максимально удовлетворить лучшего друга украинской нации, Джо Байдена еще до того, как он выскажет какие-нибудь ценные пожелания. В офисе президента Андрей Ермак дожевывает последний листок компромата по делу пленок Деркача. Публикация записей разговоров вице-президента США Джо Байдена и президента Петра Порошенко. Как только вышел из больничной палаты, так сразу и начал зачищать концы. Назначил известного Соросенка, выпускника Офиса эффективного регулирования Абрамовичуса, экс-министра экономики Тимофея Милованова своим советником по сношениям с МВФ. Милованов известен тем, что, во-первых, дебил, так его охарактеризовал Игорь Коломойский, и у нас нет оснований не доверять его оценке. Во-вторых, он научил нацию чихать в локоть на излете своей правительственной карьеры. И, наконец, в-третьих, Милованов партнер во всех смыслах этого слова, экс-премьера Алексея Гончарука. Потолстевший Леша уже третий месяц ждет в Вашингтоне инаугурации Байдена. Бывшие послы США на Украине Йованович Хербст, Тейлор и Пайфер натаскивают его за гаражами на роль нового национального лидера. Кормят, как на убой. Вот Гончарук и разжирел на казенных американских харчах. На значении Милованова советником Ермака, как бы говорит, мы готовы к партнерству, вот даже дебила привлекли к этому святому делу. При Трампе мы Милованова считали умственно отсталым, но теперь поняли свои ошибки и каемся. Моментально нарисовалась кандидатура нового посла Украины в США. И это при том, что Владимир Ельченко только в декабре прошлого года сменил Валерия Чалова, главу антитрамповского штаба, развернутого прямо на территории украинского посольства. Ельченко уже успел скомпрометировать себя контактами с адвокатом Трампа Руди Джулиани. Поэтому предлагается назначить послом Вашингтон воспитанницу гражданки США Натали Н. Ерейско, экс-министр финансов Украины, экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, кличке ОГИ и алкоголичка Оксану Маркарову. Маркарова курировала в Минфине, которая возглавляла сотрудничество с МВФ и схемы с ОВГЗ. Поэтому она полностью в курсе коррупционной составляющей наших партнерских отношений с США. Американский инвестиционный фонд Франклин Темплтон, контролируемый ДЭМ-партией США Джорджем Соросом, владеет украинскими долговыми обязательствами на сумму в 9 миллиардов долларов. Маркарова обеспечивала доходность схемы. Благодаря ей операции с ОВГЗ нации приносили больше прибыли, чем колумбийский КОКС. И все благодаря правильным манипуляциям с курсом гривны, ориентированным на максимальное получение дохода нерезидентами. Та же картина с кредитами МВФ. Их дают для того, чтобы мы могли обслуживать свои предыдущие долги. Просто проценты постоянно нарастают. Тоже очень прибыльная операция с нашими американскими партнерами, контролирующими фонд. Маркарова в курсе всего, поэтому ее присутствие в Вашингтоне является гарантией получения прибыли нашими друзьями из администрации Байдена. Мы просто угадываем еще не высказанные пожелания наших партнеров. Создаем для них максимально комфортные условия. Так опытные проститутки еще при появлении клиента понимают, что ему надо. Национальная полиция, Государственное бюро расследований, Офис генерального прокурора тщательно зачищают все следы уголовных дел, связанных с Джо Байденом, Хантером Байденом, бывшим генеральным прокурором Виктором Шокином и газодобывающей компанией Буризма. Собственник компании Николай Злочевский может вздохнуть с временным облегчением. Но я бы на его месте не расслаблялся, поскольку наличие живого человека, дававшего взятку президенту США, это нонсенс. Национальное антикоррупционное бюро Украины, полностью под отчетное посольство США на Украине, продолжает расследовать финансовые схемы компании Злочевского с целью отъема фермы у ее зашкваренного собственника. Лично президент Зеленский гарантировал всем послам Евросоюза, что Артема Сытника в ближайшие столетия никто пальцем не тронет. Даже речи не может быть об отставке этого достойного человека. Всякие там решения Конституционного суда по поводу незаконности деятельности бюро и назначения Сытника на должность его директора – ничего не значащие бумажки. Слово президента Зеленского. В набор ребята очень хорошо устроились. Мало того, что взяли 50 миллионов долларов за закрытие дела Буризма, из которых 6 миллионов долларов засветили в качестве взятки, так еще и продолжают доить Кулю Злочевского, угрожая отъемом компании. Потрясающую активность проявляет в настоящее время эксклюзивный представитель Сороса на Украине, король труп большого диаметра и медиамагнат Виктор Пинчук. Он помнит выражение из фильма «Бриллиантовая рука» – кусть железа, не отходя от кассы. Еще новая администрация Белого дома не утвердила план половых действий в отношении Киева, а агентура Пинчука пугает Зеленского ультиматумом демократов. Сначала штатный эксперт-олигарха из фонда «Атлантис» финансируется Пинчуком Буризма НДА. Андерс Ослунд разразился программным материалом «Как там обустроить Украину при Байдене?» Программа гениальная. Надо ввести персональные санкции правительства США против продажных судей Конституционного суда, который отменил американскую антикоррупционную реформу, выдать американскому правосудию плохих олигархов Игоря Коломойского и Дмитрия Ферташа, усилить санкции США против рупора кремлевской пропаганды Виктора Медведчука и трех его промосковских телеканалов. Все это подается как официальная позиция будущей администрации Байдена. Чтобы усилить эффект, Пинчук расщедрился на публикацию в Вашингтон-Пост заказухи, адресованной лично Зеленскому. В издании даже не нашлось реального журналиста, чтобы подписать этот бред. Пришлось ставить пометку мнения редакционной коллегии. Общий посыл следующий. «Если президент Украины будет себя хорошо вести, слушаться дедушку Сороса и хорошего олигарха Виктора Пинчука, то, может быть, его пригласят в Белый дом и дадут пососать конфетку с лакрицей». Телодвижение Пинчука направлено на то, чтобы стать главным контактером между демократами и Зеленским. А в офисе президента струхнули не на шутку. Они же там тупые, не знают, куда бежать, в какую позу становиться. Статью Вашингтон-Пост зачитали до дыр. Даже привлекли идиота Лещенко из байденовского набора для консультаций. Но Сережа лишь многозначительно намекал на свою связь с Йованович и просил денег. Еще одна группировка тихих американцев тоже руководствуется принципом «не отходя от кассы». Доктор смерть Ульяна Супрун резко усилила свои позиции в Минздраве. И вместе с сарасятами они уже доедают министра здравоохранения Степанова, который попробовал вмешаться в сферу закупки лекарств у международных посредников. Супрун готовит проект по реализации на Украине чудодейственной американской вакцины. На кону почти миллиард долларов Степанов мешает. Еще глядишь, российскую вакцину станет закупать. Поэтому на его место Супрун пихает главного санитарного врача Виктора Лешко. Тот присягнул на верность звездно-полосатому флагу и готов ради дедушки Байдена на все. Можно сказать, мы просто образцовая колония США. Еще Байден не вступил официально в должность, а тут уже пачками ему присягают. Да, чуть не забыл про Петра Алексеевича. Вот кто пострадал от пленок Деркача больше всех. Но Сывачулый продолжает лезть без мыла. Он даже сформулировал свою собственную программу партнерства с США из трех пунктов. Пункт первый. Вернуть Курта Волкера на должность спецпредставителя Госдепа по Украине. Второй. Продать Украине зенитные ракеты «Патриот». Третий. Вести личного представителя Байдена в состав нормандского формата. Одно удовольствие – наблюдать, как все пытаются занять наиболее приятные для старинной Джо позы. Александр Яблоков. Колониальная Камасутра. Патриот.